Взять виртуальную вселенную под реальный контроль. Депутаты Госдумы считают, что рынок компьютерных игр необходимо регулировать. Парламентарии предлагают создать специальный совет, который будет анализировать каждый шутер или стратегию, одобрять их или нет. Идея возникла после того, как «Москвич» покончил с собой, имитируя любимого онлайн-героя. Екатерина Маключенко попыталась разобраться, действительно ли игры могут быть настолько опасны. 19-летний москвич погиб, выпав с 23-го этажа жилого дома на юге столицы. На месте нашли записку, в которой он объяснял свой выбор. В тот же день в СМИ появилась информация, что погибший был заядлым геймером и таким образом пытался повторить трюк из любимой игры. Родители не отрицают. Парень круглосуточно сидел за компьютером. Кроме того, по имеющимся данным, у него было диагностировано психическое расстройство. В России на видеоигры, как и на кинофильмы, распространяется ограничение по возрасту. Однако в возрастную категорию 16+, попадают практически все предложения на рынке. Основную часть таких групп составляют школьники. Их десятки и десятки тысяч. В сообществах ребята получают возможность общаться, обмениваться новостями, творчеством и многое-многое другое. Хотя в таких группах и немало взрослых людей. Хотя такое явление более характерно для иностранных сообществ. Так как там игры просто не продают детям, если игра не рекомендована для их возраста. Психологи говорят, есть категория подростков, для которых игры становятся зависимостью. И это сигнал для тех, кто рядом. В первую очередь родителей. Если ребенок не может оторваться от компьютера и днем и ночью отказывается от еды, сна, учебы, нужно забеспокоиться. Это как убежище. Что что-то ему явно не нравится в жизни повседневной. Это могут быть отношения с учителями, со сверстниками, с самими же родителями. И он ищет защиты, защищенности в виртуальном мире. Но это не единственная причина. Также это может быть, что ему интересно отрабатывать некий сценарий поведения. Допустим, играя в какой-то шутер. Или играя в какую-то MMORPG. Или еще какая-то игра. Психологи советуют не принимать кардинальных мер, вроде отлучения от компьютера, а пытаться разговаривать с подростками. Депутаты Госдумы считают, что рынок компьютерных игр нуждается в регулировании. Предлагается организовать специальный совет, который будет их одобрять, анализировать каждую игру и давать ей характеристики. Любая игра, для начала, с дополненной реальностью, там, где люди должны ходить по улицам, то есть не сидеть на месте у своего домашнего компьютера, такие игры должны проходить анализ. Эта комиссия будет состоять не только из профессионалов именно IT-сектора, то есть программисты, разработчики, дизайнеры, но и из психологов, из юристов. Сегодня мир компьютерных игр – это быстро растущий рынок. Доходы некоторых его участников могут составлять шестизначные суммы. Денис Костин – профессиональный геймер. Для него компьютерные игры давно перестали быть хобби. Теперь это работа, которая приносит хорошие деньги. Денис вместе с друзьями участвует в различных турнирах, где призовой фонд исчисляется миллионами долларов. Это уже давно вышло из уровня просто вечером посидеть, поиграть, в игру расслабиться. То есть для нас это уже больше как работа, от которой мы получаем удовольствие. Ездим по миру, люди получают большие деньги за то, что они занимаются этим делом. Невероятно большие призовые фонды на турнирах. Один такой турнир выиграть уже всю жизнь себя обеспечил. Для одних молодых людей игры становятся зависимостью, для других – способом заработать. Главное, просиживая сутки за компьютером, не перепутать виртуальную жизнь с реальной. Екатерина Маключенко, Елена Максимович, Андрей Тарасов, Москва, 24.